Ну вот, наконец-таки мы с вами все-таки стартанули Напоминаю еще раз, с вами сегодня адекват Это ГЕСТ, ребят, сезон Семтембр-Аугуст Если вы не знаете, да, ну и последняя, как уже говорил, групповая стадия Группа D сейчас играет в команды FirstVN Gigabyte против команды GS Gaming Brutal Вот так вот именуют себя эти две команды Сейчас они встречаются, по системе BO1 будут сражаться Опять-таки победитель этой пары выходит у нас, получается, в сетку винеров Проигравшись, соответственно, в сетку лозеров Ну там все просто, на самом деле, играются игры очень быстро В течение буквально следующих трех часов будут определены уже две команды, которые пройдут в плей-офф А плей-офф уже начнется завтра Да, ну и игры, конечно же, будут сверхинтересные Опять-таки смотреть можно, помимо Twitch, где вы сейчас сидите, еще и в DotaTV Для этого нужно будет приобрести билетик стоимостью 99 наших русских рублей, как говорится Да, ну и можно будет смотреть на высоком качестве именно там, там я тоже вещаю Ну что, давайте переходить потихонечку к игре Видим, что GS Gaming у нас заняли позицию рейдеров Соответственно, Zadair играет команда FirstVN Ну и пики баны У нас минус Бетрайдер, минус Отволд Девауэр, минус EO, минус Вивер Ферст пиком забирает себе Ноки, капитан команды GS Gaming Виседжа, ну и отвечает Миса здесь, пиком Нага Сирена, ну и Рубик Последний пик в этой стадии от Ноки Ну, пока ребята пикают, собственно, расскажу вам немножечко про этот турнир Да, то есть тут драка, конечно, за полторы тысячи баксов Причем каждый сезон именно полторы тысячи баксов разыгрывается Суть в чем? Четыре команды, точнее четыре группы В каждой из них по четыре команды, это всего 16 команд После групповой стадии остается всего лишь восемь, которые между собой уже в плей-оффе По системе Double Elimination, по Best of 3 определяют, кто же из них займет первое и второе место Ну, именно эти два места как раз-таки награждаются Первое место получает тысячу баксов, ну а второе занимает... Второе место получает 500 баксов Ну, вот, например, на предыдущем гесте у нас, да Команда-команда Минески, по-моему, завоевала как раз-таки первое место Взяли они тысячу баксов, да Ну, вот они... Вчера мы за ними, в принципе, наблюдали, кто смотрел трансляцию Кто не посмотрел, посмотрите обязательно Опять-таки, вот залит в моем паблике vk.com.slashadequat.tv Подписывайтесь туда, анонсы, опять-таки, ввод и все-все остальное будет именно там Ну что, у нас вторым пиком забирает себе Ноки Чена Готовы уже, в принципе, два суппорта Ну и пошла вторая стадия бана Так, в бан у нас летает тем временем и Клокверк, и Лондруид Еще и ДС тоже отправился в небытие Последний бан у нас в этой стадии сейчас от команды FirstVN Так, ну тут жалуются, я смотрю, да, на то, что лаги какие-то в стриме Блин, ребят, неужели второй день подряд такая же шляпа? Ну я вот вроде протестировал, вроде бы все было хорошо, но... Блин Жалко будет, конечно Ну вот я опять-таки вода заливал, если вы вода смотрели, вы видели, что там все окей, вообще все-все четко Не знаю, почему так именно в лайв-режиме происходит, кто в этом виной и что делать вообще без понятия Так, у нас пока пики-баны, пытаюсь еще кое-что подфиксить, пока смотрим, а вот потом будет пито Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, все время у нас ДК в пик команде FirstVN Вместе с тренд протектором залетает Ну и Гаркоптер у нас в пике от GX Gaming Brutal Там, кстати, СФ тоже забанили У нас последний пик в этой стадии Сейчас от команды GX Gaming Brutal Ну и потом уже будем смотреть из рук Качество поменьше сделал Ну я не знаю, меньше 720p Что можно вообще сделать В такой ситуации Все вроде бы стоит на Низких там показателях Вы видите, все выключено Странно, странно вообще все это Так, Razor залетает над четвертым пиком Окей Да, ребят, конечно, партнерка будет немножко попроще Опять-таки на своем плеере я стрим Для того, чтобы партнер как раз ту самую получить Ну пока, видите, изменить качество никак нельзя Поэтому приходится именно в таких условиях работать Блин, ну что же делать, ребят? Извиняйте, смотрите DotaTV У нас все время последняя стадия банов Минус... Минус-минус кто у нас там? Тимберсова Минус Шторм Спири Да, еще по одному пику буквально осталось Ну вот вроде бы все, что можно было сделать Я уже сделал Но, блин Не знаю Так-так-так-так-так Что у нас получается за тем временем по пикам? Видим, что у нас Нага, Рубик и... И кто? И Триан Протектор, что ли? Да, в качестве такой триплы получается Нага Сирена будет фармящей ДК, скорее всего, в мид Не хватает еще оффлейнера Команде Дайр сейчас У Рейдентов есть Виседж Чен в качестве двух суппортов Потом... Потом... Ну а там дальше уже будет видно Так, вот Мирану забирает Ласт Пик Это тоже интересно Здесь, в принципе, возможно такая ситуация Когда трипла отправится у нас на сложную линию Соответственно, кто-то пойдет на соло-лайн Это может быть... Мирана Ага Ну вообще тут разные расстановки Могут быть ДК у нас тоже, в принципе, может отправиться на легкую линию Мирана в мид, например А трипла будет вообще с тринтом Либо же тренд может пойти на легкую В общем, тут варианты возможные всякие У нас все время, значит, профит Избирает команда JS Gaming Брутал Ну вот у них как раз-таки с пиком более-менее все ясно У них есть уже ярко выраженный такой оффлейнер Есть у нас трипла И есть, в принципе, соло-мид разор У них вроде все ясно Ну сейчас посмотрим, как у нас команда FirstVN Gigabyte у нас, собственно, расставит свои позиции Ну я думаю, что VN все-таки у нас Вьетнам, да? Очень смущает эти две боковки Хочется проверить Сколько, спрашивают, игр будет? Ребят, игр будет у нас вот здесь вот одна, да? На лаунже Потому что по системе Beasts of 1 проходит эта игра Вот, ну а Вообще, вообще здесь будет сыграно в этой группе Получается Раз, два Три, четыре Пять, пять игр всего лишь Две из них Точнее, четыре из них будут идти параллельно Вот так сперва Папайри, короче Последняя игра будет Начинаться у нас где-то через три часа Опять-таки, там, в принципе, не так особо важно будет Там, по-моему, получается так Что кто побеждает нас В следующей карте То есть, когда два победителя сойдутся То там они уже агротирно проходят В первое и второе С первым и вторым местом Вот так вот Так, ну что-то поставили Какую-то паузу пока, да Давайте посмотрим, кто на ком будет играть Поставим статистику Ну вот мы видим Так, секунду, секунду, секунду Вот эту штучку надо поставить Все Итак, мы видим Команда Команда GS Gaming Brutal У нас, собственно, здесь Джай Лес будет играть у нас на Виседже Так, лучше, наверное, прочитать Потому что здесь никтейма в толком не видно Так, GS Gaming THA будет играть у нас на Чене Получается, Солотик будет играть у нас Нейч с профити Майпро на Аразоре Ну и Ноки, капитан команды, будет на Гаррокоптере У команды FirstVN Видим, что у них Миса Капитан команды играть на Миране S какой-то будет играть у нас на Тренд Протекторе 9PM будет играть у нас на Рубике Куку исполняет на ДК Ну и NoMoneyNo будет играть у нас на Нага Сирен Ну вот мы видим, что В принципе, такая своеобразная 4-пол Лайн у нас отправляется в нижний лейн Ну я не знаю Здесь, скорее всего, будет стоять все-таки 3-плана сложный Да, и в мид отправится ДК Вот, судя по таким вот По такой расстановке, не знаю, не знаю Сложно сказать Опять-таки, в игре посмотрим Ну, да, вот говорят, что тут у команды GS Brutal Более-менее такая европейская 3-пла получается Да, европейский вообще пик такой Да, очень мобильные герои Очень такие бойцы-убийцы, скажем так Ну, вот у команды FirstVN Скорее всего, такой более азиатский пик, наверное Да, у них тут плотно очень герои Очень любят они Нагу брать Тем более, взяли неприятного Тренд Протектора Был бы там Абадон, конечно, было бы намного еще ужаснее Вот, ну посмотрим, хватит ли сил у команды GS Brutal Выиграть Ну, опять-таки, судя по тому же самому Дотва лаунжу Сейчас расскажу, какие были ставочки примерно Да, ну вот, все-таки предпочтение дают команде GS, точнее, FirstVN Все-таки думают, что они именно победят Ибо на них коэффициент, скажем так, поменьше немножечко Да, ну вот, где-то порядка 57% вот за команду FirstVN И 43% за GS Gaming Ну, посмотрим Посмотрим Опять-таки, здесь играют более-менее равные команды Мы это могли видеть и в предвчерашнем стриме, например И в сегодняшнем Я вот тоже, краем глаза посмотрел команды Кто как, с кем играет Ага, у нас тут вообще отключились от игры Все, причем Причем проблема RMK, please Wrong button Okay Будет нас RMK, значит Так, ну вот здесь должно быть сейчас какой-то RMK Сейчас дождемся лобби Когда опять-таки создадут, пересоздадут Ну и будем врываться Но опять-таки, без каких-то проблем у нас не может продолжаться игра Постоянно то либо паузы какие-то очень долгие То либо кого-то дисконнектуют У кого-то какие-то проблемы В общем, беда, как обычно Тут странно еще и лобби долго создают Игру мне, пожалуйста, господа, игру Почему, 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 почему не пересоздают лобби Вот видим, что игра из ДТВ пропала Вроде как, да Соответственно, должно быть RMK Вот оно, вот оно, RMK Отлично, захожу Окей, ждем, ждем, когда рестарта Ладно, пока я не знаю Вам показать, наверное, что ли, табличку Хотя нет, вот расскажу я вам, что у нас произошло в предыдущих группах Сейчас обновлю линк У нас есть, как вы знаете, сейчас группа D идет Группа A у нас сыграла, получается, 2 или 3 дня назад уже Соответственно, есть уже имена победителей Да, ну вот, собственно, там вышла у нас команда MSLIVO, GT, TNK LoveYard, Net и Spoh Это две команды с группы A Группы B вышли Team Imperius плюс Arcanus С группы C AMD Mineski и BombFunk MC Но, опять-таки, Mineski команда мухеровители Их игра была очень интересная Опять-таки, вот мои паблики залиты Если кто хочет, можете посмотреть, как ребята эти играют Ну, а в группе D у нас все сейчас решается Что у нас решается сейчас И, опять-таки, тут сетка уже примерная плей-оффа доступна Что интересно А, это августовский плей-офф Окей, сентябрьского плей-оффа еще нету А сегодня уже будем знать Так, ну что, тут вроде бы ребята все перезашли Ага Да, ну, можно стартовать туда Баннеры, лого Ну, вот админы, конечно, здесь очень сильно докапываются В плане того, что нужно абсолютно все логотипы поставить Все баннеры и так далее Выставить команду Ну, это, в принципе, наверное, правильно Для того, чтобы зрителям было немножко попроще ориентироваться Всяко лучше, когда команда там, например, из пяти человек И то, в итоге, там никнейм и Вася какая-то Топор или что-то еще То есть, ну, вот так вот с тегами И красиво вроде бы все хорошо Так, ну, все равно пока не стартуют Так, что же там, по-моему, голосование в паблике Вот, судя по нему Все-таки на команду FirstVNGIGABYTE Ставят больше предпочтений, да Вот, в 61,7% у меня проголосовал именно За эту команду Ну, и за команду JSGAMINGBRUTAL Проголосовал 38,3% Все-таки, все-таки в качестве фаворитов Выбирает именно эту команду Пики игры такие же будут или пики? Да, пики такие же будут Я думаю, что на АП и РМК здесь, да По-быстрому, чтобы не было, опять-таки, стадии пиков и банов Все-таки там просто, напросто у команд Проблемы именно с Соединением возникли А не самой игрой Да, ну вот, на АП, опять-таки, добирают себе героев Ну, в принципе, мы это уже все видели Мы знаем, что трипла у команды FirstVN отправится на сложную линию Там же будет стоять трипла У команды JSGAMING сейчас Ну, там, конечно же, самый экшен будет На нижнем лейне Так, ну что, 20 секунд у нас за старт игры Ну, пишут там, я, город, поставил Уже, уже ставку проиграл Но, опять-таки, заранее тут ничего нельзя сказать Мы тоже, я вчера вот смотрел игру Минески И команда VAT Собственно, там команда VAT вообще была Ну, никому неизвестна Абсолютно, ребята там из Таиланда, по-моему, что ли Играют в пятером тоже, вот Ну, и, а вроде бы, казались Минески Вот, топ-1, чемпион и так далее Ну, нет, там VAT на самом деле По началу игры очень сильно раздавали своим оппонентам Было очень интересно понаблюдать Однако, вот, все-таки, Минески перевернули в лейте игру Так, ну и что, у нас вроде бы игра началась Ну, и снова ставится какая-то пауза Ну, и снова ставится какая-то пауза Го, 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 ну, наконец-таки, наконец-таки Поехали смотреть уже дота Сколько можно этих РМК и так далее Ладно, так Худы вроде бы выбрали, все поставили Все отлично, Триан сразу вызывает Вызывает себе маленьких сумончиков, да Ну, и отправил их чекать Лиса Посмотрим, ну, опять-таки, Трипла вниз перемещается здесь Трипла также команда FirstVN идет вниз Здесь, скорее всего, пойдет сразу четвером Потом уже сместится один человек у нас в мид Ну, и на топ-линию у нас, видимо, Триан будет На Изилейне против Нейджис Профита Ну, вообще, интересно, конечно, такое решение Отправить на 7-ми кири героя Вот именно Трента Не знаю, с топориком, кстати Какой же он такой фармящий будет Что же он будет собирать-то Интересное решение от команды FirstVN Так, ну что Сразу же, кстати, видим под Ливинг Армора Пошла вперед Мирана Ну, здесь, я не знаю Трент все спалил Вот он бежит Паникер, вот этот пенечек Номентально пытается его убить Команда Гэггс Брутал Будет ли нападать сейчас? Не знаю, знает, что там четверо Их тоже, в принципе, 4 Гарокоптер А вот на каких-то начальных левелах Своим магическим прокастом У нас точно очень много демеджа Столько демеджа, по-моему, ни один из героев команды FirstVN На первом левеле не выдаст Но, опять-таки, те же самые Рокот Берридж Лив Флэкэнны Ну, решили не траться Да, просто-напросто отдали этого пенька Ну, и, собственно, здесь уже крипы сейчас пойдут И игра начнется без FirstBard До первого минуты Кстати, опять-таки, 2 пачки вардов Хорошо, тут тоже у нас смотрим вардинг Заблочили спауна трубика Все отлично Также еще есть один вард на руну Но, опять-таки, вот эти 2 варда Не позволяют, на самом деле, контролировать 2 спауна Против Чена Да, соответственно, у Чена здесь Возможности для суммона крипов Не так уж и много остается Ну, правда, бывают еще такие случаи Когда, вот, например Если вы смотрели International Там команда Alliance просто заблочила 4 спауна одновременно Чену, да И там, конечно, Чен Первый минут 6 бегал просто-напросто бесполезно Потому что, ну, ставили еще вот сюда Куда-то вард Здесь куда-то вард тоже пихали В общем, было очень жестко Ну, ладно Здесь немножко попроще У Чена будет 3 спауна Для того, чтобы взять себе необходимые Академию к суммонов И, может быть, пойти погангать Ну, у нас Разор, тем временем, встречается С ДК в миде, по сути дела Да, Разор, конечно, здесь будет очень комфортно стоять Прокачал он уже статик линк Будет постоянно выжирать себе дэмэдж Ну, и, конечно же, будет благодаря этому хорошо стоять Здесь у нас нэдж с профит Ну, сделал спаун себе тренд протектор Однако нэдж ему очень сильно мешает Ну, ему немножко попроще будет Ибо он рейдж-герой Собственно, против милишника стоять милое дело И он у нас тут опять отключился Это, по-моему, один из кастеров Ок Ага, поставил здесь, хорошо В центре вард нашел чужой апсерв Разбивает моментально Джелли здесь Красавчик Ну, а пока видим, что, в принципе, к репам не подходит Горокоптер побаивается Ибо знают, что против него стоит трипла По сути, его рядом суппортов нету Соответственно, здесь приходится стоять по таверам Ну, и на фрифарме На фрифарме у нас находится Мирана сейчас Знаете, прокачал Эру, что интересно То есть готовы воевать на первых левелах Это здорово Так, Чен у нас нашел сатира Сатира мучителем Бегает дальше, да Ну, вот левел 2 уже имеет Неплохо И сейчас будет фармить дальше В принципе, вот можно было, например, адского медведя лучше взять Присумонить Да, так и делает Отлично Вот, с медведем будет немножко попроще Так, на топе у нас видим Нейдж Профит Показывает 3 на 0 КС 10 на 1, кстати, имеет тренд протектор Ну, вообще, конечно, да Это 11 героев, которые имеют Одно из самых больших показателей Дэмэджа с руки На первом левеле Соответственно, еще плюс ко всему Добавим топорик Получаем где-то чистого урона Сколько там Ну, где-то порядка 120, наверное 130, да, не больше Но все равно этого хватает Для того, чтобы очень Спокойненько добивать Каких-то крипов Ну, и сравнив, например, с Нейдж Профитом Который 59 То есть практически в 2 раза меньше Конечно, Нейдж Профитом Здесь немножко тяжеловато будет Ченна в те времена Находит руну хастэ Она находится внизу сейчас Но почему-то не подбирает ее Ага, здесь, смотрите Блочи ДК Ой, как сильно-то Смотрите, замедление Разор Постетик лингтом Нормально, нормально Просто Выжал себе дэмэджа Ну и, собственно, стал Открывать счет, да Он говорит, что Брутал 1-0 пока ведут Против команды FirstVN У кого-то рарочки Чувствую подлетают Понемножечку, да Рарочки у кого-то Чувствую подлетят Ну, вот снова ДК уже возвращается Опять-таки в мид Разор тоже здесь Левел 4 Есть у нее Plasmafiled Есть у нее Static Link Все хорошо У нас у Dragon Knight Тоже левел 4 Кстати, прокачал Breathfire На 2 и Dragon Blood Есть еще теперь станчик Ну, более-менее Так, Разор, конечно, Лайн проиграл И Разор здесь будет чувствовать себя Крайне комфортно Так, взлетает Arrow Хороший Arrow Здесь от Миса Находит Висаджа Начинает его нагрызать с руки Ее очень больно Рубик Где Телекинес Есть, хорошо рептуает И это будет, скорее всего, минус Залетает еще Фейтбол И сзади пошел Горокоптер Как же больно Поэтому Рубик Рубик моментально С Рокот Берджа сливают Что дальше будут делать? Прячут у нас на стринтак Пришел Станнедж с Профит Но Висаджа все-таки забрали Один в один разменялись в итоге Но тут погоня за Нага Нага тоже никуда не уходит С теста забирает ее Чен Ну, а Мирана Мирана имеет липы И, скорее всего, узкачество сейчас Да, ее не догонит Ну и смотрите Хороший начало от команды Джейкс Брутал 3-1 они пока ведут Ну и пошла уже Те времена четвертая минута Ну и снова, смотрите Разор нашел руну хосты И пошел напрягать Этого Драгонайта Очень больно Ну и Драгонайт Единственное, что может делать Это, опять-таки, обузить Свой боттл Ну и все, скажем Может быть, руны чекать Из Брофаера Добивать какое-то там Количество грипов Но, опять-таки Пока Лайн он проигрывает Проигрывает салат На топе пока видим Что нынче спросит Прилетал на сниз Помогать своим тиммейтам Здесь у нас остался На соло фарме Секар, да 26 на 7 у него есть И купил он себе Уже энерджи бустер Скоро будет делать арканы Так, Гайра снизу У нас левел третий Есть у него Ринкл Базилиус Есть у него Бутс оф спид Мэджик стик Также 3 веточки Левел четвертый Все окей Ну как все окей На самом деле Без фарма, конечно, он стоит То есть 4-2 у него кс На пятой минуте Это, конечно, очень-очень мало Сравниваем с той же самой Эмираной Которая показывает кс 19 на 2 20 на 2 уже То есть, понятное дело Гайра здесь фармить не может Вообще никак То есть, ну Подойти к рипам тоже не может А у суппорта Суппорта просто занимаются пулами Ну и Чен, конечно же, тоже лесной То есть, соответственно Пока помочь не могут Да, единственная возможность Подраться Это, опять-таки Либо байтить на себя Либо же дождаться Выхода Чена Кого-то из леса Да, и тогда, возможно Приступать к каким-то активным действиям Нага заходит у нас дальше Ага Видит, что здесь пулят Но они прекрасно это понимают Потому что крипы, опять-таки Не столкнулись с чужими крипами В итоге вынуждены Бегать вот так вот на себя Пулить крипов Втроем причем Окей Нага сирена есть У него бомбутов спит У Мирана имеется сапог Также Ринков Базилиус Ну и у Рубика Пока-пока нет У него всяких хилочек Много там Эджикстиков и так далее Ну, видим, что уже тренд Пошел-прошел Нападать на Эджиспрофита Там уже имеется Л6 Кстати, есть ультимейт Случего Так что надо быть аккуратнее Значит, профит Пришел он на оффлейн В то время как Тренд протектор, конечно Слоял здесь на фрифарме И показывает вообще доповый кс на карте Имеется уже арканы Все хорошо Левел 6 Ну и... Смотрите, атака на топ линии Этим временем Миран у нас сделал Просто липаут и уходит Под флэкенами сзади Раздает там дэмэдж У нас Гаррекортер Но, опять-таки, этого дэмэджа не хватает Так что разор в миде Разор 19 на 10 У ДК 16 на 1 И, опять-таки, с тетикликтом Выжирается очень сильно И пошел набивать с руки Но, опять-таки, вот только ДК подходит Сразу получает много-много урона в лицо Опять-таки, вот Обузит себе боттл Через курьера Все как положено Сапог боттл имеет Но по ксу, конечно Проседает очень сильно Смотрите, здесь ДК Ой, за ней пошел Чен, должна быть сеточка Сеточка, хорошо, есть сеточка Пошли дальше Но проблема только в том, что сеточка действует Сколько там? Полторы секунды, да И за это время китавр просто не успел подойти Чтобы еще один стан выдать Ну и Висаж, соответственно, тоже не достал своим крейпом Немножечко не получилось Но выход из задумка была хороший Тренд протектор Левел 7 Имеет Лич Сид Имеет Ливень Кармор уже на 4 Вот так команде тоже пытается иногда помогать Раскидывает Ливень Кармор на свои трипле ДК-шки, может быть, тоже было бы неплохо Если постоянно закидывать Вот Ну и сам, конечно, себя обхиливает тоже 42 на 10, кстати Потрясающий кс Топ-2 кс там идет только Мирана 29 на 4 Ну и потом только Разор Ну 3-1 пока команда GX Брутал В принципе Лидирует, лидирует Да, несмотря на то, что там Скажем, по ксам у них не всегда хорошо Они с лихвой вот это вот компенсируют За счет своих киллов Так, ну и Чен Опять-таки с троллем Пошли в мид теперь ДК, кстати, убить Было бы неплохо Через сеточку Там через статик линк Чен, кстати, уже спалился, по-моему Или нет? Нет, не спалился, а Из-за летает висаж Есть сеточка Пошло замедление Там все временем все-таки Нэриспроект отдался от Ториан протектора Заходить не стали Ну, задумка была хорошая Однако, если Ну, знали, знали Что, в принципе, забрать Тогда будет нереально С одной только сеточки То есть, да, был Грейв Но Грейв особо сильно не замедляет Ну и 3-2 пока First VN, конечно Вот здесь вот Секар чувствует себя крайне-крайне хорошо Имеет уже практически девятый левел Тут тысяча монет Будет фармить дальше Я не знаю, будет ли это какой-то радианс Будет выход какие-то Артефакты Которые выдадут Damage per second Да, либо Либо же это будет Я не знаю Какой-то танк Такой супор Так, на разворот ДК включил форму Начинает напрягать Разор Разор просто статик лик кинул И все Проблем не знает Ну, понятное дело Промакшенный статик лик уже на 4 В плазмофайл У него на 2 Кстати, что интересно Даже на один раз пассивочку не прокачал Пассивка была бы Очень-очень здесь полезна Любой спел направлен в Разора И пользователь этого спела Скажем так Будет просто-напросто запуржен Это для Разора просто халява Опять-таки Накидываешь статик лик И уничтожаешь Ну что, на те времена Восьмая минута Пошла уже девятая Снизу у нас Мирана В спину опять-таки Заходит висэдж Или он просто пулил Да, пулил Сделал уже третий стак Этих самых кентавров Захватчиков Я не знаю, кто это будет фармить Дело Гарокоптеру здесь нужен Как минимум доминатор Для того, чтобы это все зафармить Потому что, конечно, кентавры Очень много дэмэджа вносят Так, ДК снова на чеке руны Тут же ему металлесеточку ставят Ну и ДК понимает, что Постоянно контролирует руну Команды Но у Мирана есть лип Может на Нагу выйти, а? Сеточка пошла на Нагу Смотрите, начинает рассказывать Отличный ару Залетает от миссы И просто с рассказа Забирает Гарокоптера Слишком поздно суппорты Да, Нагу, казалось бы Наверное, убьют, скорее всего Да, с теста забирают Но у Амирана-то упрыгала И размер получился Один в один Суппорты поменяли на Керри героя Команда Фест Вен Здесь разменялась, конечно, на плюс Вообще, если взглянуть Вот так вот Сверху, скажем так Стоты птичьего полета На оба пика То мы понимаем, что У команды Фест Вен Конечно, пик Немножко пожестче будет выглядеть Представим, скажем Какой-то лейт, да ДК Вместе с тринтом Это Чайпад Нага Все это дело В общем Жесть, жесть полная Я не думаю, что разор Что-то сможет сделать Ну и сразу видим, что Команда Джейкс Брутал Выходит в пуш Приходит сюда тренд Смотрите, кидает за медлей Очень жестко Там, правда, поставили спруты Хорошие спруты Можно уже уничтожать Плазмофайл Коверно отлетает Ай-яй, не ожидали Такой прыть от команды Джейкс Брутал Поймались, поймали Тут команда Фест Вен Сделали ТП здесь Да, прилетает снова Миран У нас после байбека Ну и тут же Ловит замедление Кстати, Тавр доняет Кстати, молодец в этом плане Фейзи у него имеются Айт Нага с донайлом Окей Ну неплохо Неплохо здесь Джейкс Брутал подрались Очень даже неплохо Нельспрофт сразу возвращает нас На топ лейн Будет уфармить тебе, конечно же Тот самый Тот самый Хэнд оф Майдос Имея уже Гловас оф Хэст И 1300 монет Мы понимаем, что осталось буквально 1-2 крипа Ну вот еще одного Сдоняет Так и есть Ну и на 10-й минуте В принципе, софлейн Довольно-таки неплохой результат Имея тот самый Тот самый Хэнд оф Майдос Очень даже неплохо ДК у нас в миде по-прежнему Есть у него брейсер, сапог Мэджик Вонт Есть у него боттл Есть также ТПшечка Левел 9-й скоро будет Разор Разор у нас Фейзи Есть у него также и боттл Мэджик Вон Все отлично Ну и снизу опять-таки атака Смотрим команда Джекс Брутал Или нет Ну вот можно выйти на Нагу Вот только надо дождаться того момента Даже не дождаться того момента Когда будут убивать Гайр Комптор Висаджо пошел на Нагу Отлично Куча станчиков от Кентав В какой же жесткий контроль У этого Висаджо Прилетает сюда Тренд И Гайр тот же Тут еще насадил своим колдауном И забирает этот фраг Неплохо Залетает Аэро в те времена Аэро неточный От Мираны Ну а просто-напросто откинул Кстати смотрите Тренд там могут поймать Вот Тренд приходит Очень вовремя В принципе на сейв Своей команды Однако пока вроде Сделать ничего не может Его тиммейты Очень быстро отдаются Ну и сразу же Команда Джекс Брутал Будет выходить видимо Пушить от Ватава Много кентавров Адский медведь Медведь кстати засейвил По-моему да Или не успел Нет вроде бы не успел На базу отправить Вообще конечно У команды Джекс Брутал Пуш потенциал шикарный Шикарный Имея Чен Имея Нэчис Профит В одном пике Мы понимаем Что конечно Здесь пушить ТВРа Просто одно удовольствие Эра залетает Разорор Нет не попадает Не попадает Мирана промахнулась Немножечко Ну и здесь вовремя Расконтрирован ситуацию Майпро Майпро имеет кстати Тоже брейсер Робовымаги Фейзы То есть соответственно Ему до Драма Фенджерс Осталось буквально Там где-то 500 500 А 400 монет Вот дофармит Думаю все будет окей Но топов ВКС По-прежнему показывает Команду Ферст ВН Три топов ВКС Это тренд Мирана и ДК Соответственно здесь Но потом идет вся команда Практически Джекс Брутал Давайте посмотрим Что у нас по графикам происходит В 12 минуте Видим что пока Джекс Брутал ведут За счет своих киллов Где-то 250 монет Ну а по ХП Порядка 500 Небольшое на преимущество имеется И ага ДК включил форму Но почему-то станет Не стал этого Чена Хотя с Рубиком Ну я не знаю Смогли бы они забрать или нет Сложный вопрос Рубик в принципе Уже имеет левел 6 Да соответственно Что-то может своровать Какой-то очень Какой-то очень полезный спел Так здесь у нас пошла нага Видит кентар Кентар не успел Отстанется Да ну вообще конечно Так посмотреть Вот какой может быть Самый полезный спел Для Рубика Который он может своровать Ну есть колдан Например да Хорошая АОЕ Либо от Нерс Профит Ультимейт Статик Глинк Ну я не знаю Бесполезный на мой взгляд Висаджа птички тоже Где-то ближе к мидгейму Конечно же будут крайне полезными Если их суметь украсть Ну и наверное все Вот эти вот самые Наиболее Презентабельные что ли Какие-то такие спеллы Такие очень нужные Необходимые Ну Рубик думаю знает Что делать конечно Что там себе возьмет Пока украл у Чена Холли Першуэйшн Да ну более-менее Перепризвал кстати Смотрите Одного отского Медведя себе Пошла у нас такая Трага Плазма файл Сдопили Трентатр Это очень плохо Включается Лол Тут не давали Включить ультимейт Все-таки на последних Хипах он это сделал Прожимает Пытаются висаджа убить Трент все-таки в живых остался Побежал уже вперед разор Разбивает там висадж Тем временем Прилетел ультимейт Неч с профитом Смотрите никого убить не могут Команда Джейс Брутал Медельный ТП Ага Слип и ТП Нага Нага бьет ультимейт Да ну и все уходят Отличная драка От команды FirstVN Я уже думал что там Трент протектор скорее всего Отдастся Но не тут-то было Подхилился Нормально Выдал ультимейт И спокойненько убежал А висадж все-таки отъехал Хотя висадж тоже Очень много дэмэджа В себя впитывал на самом деле Стоял дрался как Как настоящий Боец Скажем так Но вот Команде Отомстить за него не удалось Ну и 7-4 пока счет Прежде чем еще ничего не ясно Ну и было бы странно Конечно если бы К этой минуте уже что-то решалось Ну понимаем да Что в принципе Наверное по нетворцу Разор Показывает топ-1 Да так и есть 4-300 ДК тот же самый Который стоял против него На лайне в миде Имеет всего лишь 3-700 То есть разница Проказывает к 500 монет На 14 минуте Довольно-таки приличная разница Плазмофайл Смотрите Нагу пытаются зацепить Ну кроме Вот опять-таки Плазмофайл Да ничего Выдать не смогли Эрро залетает Убивает скелета Бегает теперь Чужой сатира Ну это сатира у нас уже Рубика И разор пошел вперед Смотрите Ничего не боится Этот майпро ДК на развороте Включил форму И здесь пушится тавер Ну вот что может делать Команда Джекс Брутал Хорошо Это опять-таки Это сносит Эвра Зацепили Правда там сатиру Убили Ничего страшного Здесь команда Ферст Лайн Пытается конечно же Как-то отдевать Ну вот это конечно Холли Персешн Который сваривал Рубика Это конечно просто грязь Всех суммонов от Чена Так Эрро залетел мимо Он просто пересумонивает себе И куда-то отправляет Чем пытается И у него украсть потом Ну и ДК пошел в мид Пытается нарезать Да вот тут же моментально Юзается Глиф Фортификэйшн Кулдаун Там зачем-то вытащил Гайрокоптер Ну я не знаю Зачем он это сделал В принципе просто Чтоб откинуться Наверняка Чтоб просто соперники Испугались Отошли Но это им удалось Тем временем у нас Тренд Протектор Приобретает себе Форстаф Имеет Аркан Буце Это мы видели Ну вот такой интерес Начинает имбилд Я не знаю Ну вот что дадут Аркан Буце Этому Тренд Протектору Соло Изи Лайна Так там пытались Забрать Нечис Профита Да он уже успел улететь Ну Не Даггер Да вот что самое интересное Самое что вот не Даггер Был бы Даггер Врываться может быть Стало бы немножко попроще Да в центр замеса И ультить Форстаф В чем его плюс То что он дает конечно же Интеллект И что его можно юзать Прямо независимо Если находишь ты в драке Под уроном Там под дэмэджем Или бы нет Не знаю Ну вот Тренд Врыватель у нас будет Инициатор По всей видимости Хотя ну вот зачем Покупать скажем так Форстаф или Даггер Если имеется Нага Которая может ультануть И вы спокойненько Под ее ультом Сможете занять Утопные позиции В общем тут пока не ясно Много вопросов И насколько сильно будет Реализован этот пик Пока не ясно Итак Майпро тут зацепили ему Семечку садили Вот опять таки Вот форстаф Ультимейт очень хорош Смотрите зацепляет Абсолютно всех Ну правда там Нага Уже отъехала Отвечает также и Разор Там он телекинезом Очень сильно софокусили И колдаун Пошел в трента Трен пытается жить Нет все таки умирает Один в два размен Амиран прожал ультимейт Убегает ИДК Здесь Рубик тоже остался в живых Ну амиран у нас на топ лейне В драке не участвовал Ну даже если бы участвовал Я не думаю что Кого-то удалось бы здесь убить Ибо видим что Практически все тут Фулл хиповые А Чен конечно же Все это дело обхиливает Даже он даже хил не потратил Он не юзал Просто-напросто ультимейт И уже видим Приобрел себе Мекку Ну и что получается У нас команда Джикс Бруталис Уже убила три Тавера Да Команда Ферст ВН Не снесла еще ни одного Ну вот тот самый Пуш потенциал Очень хороший Развел значит профит У нас здесь Мирану на Эрол Все четко сделал Ну и возвращается Опять-таки на свой оффлейн Есть уже фейзы Есть у него Хэнд оф Майдос И 2.200 2.200 это первые намеки На то что будет собирать Тебе какой-то Скафу Вайз Может быть какой-то другой артефакт Пока не ясно Ну видим что Обуис Хэнд оф Майдос По возможности Постоянно пытается Кого-то нагрызать 2.14 имеет И неплохо Кстати вырывается В топ по Нетворцу Причем очень сильно врывается Мы помним что Разор Недавно был топ 1 Сейчас у нас просто-напросто Имеет 2.1.4 стат Имеет Хэнд оф Майдос И 6.500 Нетворца То есть уже разница Перед ДК например Тем же самым Полторы тысячи Кстати ДК Разор обогнал Ну здесь какой момент Момент в том что Вот Разор сейчас бегает Своими тиммейтами То есть фактически не фармит Сносит они ТВРа И делит весь Ого А что здесь Рубик Рубик Украл плазмофайл Надо убегать Что Разор конечно Зади накидывает очень неплохо Так вот Пока Разор бегал Своими тиммейтами По сути денег особо не получал Делили они все на 5 Вот ДК в это время Пытался подфармивать И у него в принципе Это неплохо получилось На топе опять таки смотрите Пошел Триан прям в соло На этого Нейдж Профита Нейдж Профит просто пытается уйти Нейдж Профит Улетает А у Тринда сейчас Большие проблемы Грейв Тут же Разор Начинает нагрызать Хорошо видно что Птичек посадил Да ну и залетает еще у нас Соло Асампшен И забирает этот фраг Отличный байт Нейдж Профита получился Ну и Тринду конечно не везет С фрифарма Вроде бы вышел Да имея очень ранние Аркан Буци Уничтожил по сути дела Лайн В итоге имеет 1-3-2 Конечно и начало Не самое бравое для него Ну и 10-5 Джекс Брутал Идут пушить дальше На этот раз целью является Т2 Тауэр на топ лейне Здесь конечно Тауэр Будет сноситься Без каких-либо проблем Глиф в случае чего Конечно имеется Но я не думаю что команда Из Ферст Вен Готова за него драться Тауэр падает Забирает его силы света Делят все полученные Все полученные деньги пополам Вообще конечно Джекс Брутал Этим заниматься В пятером побегать Все поделить на пятерых Скажем так поровну Ну у них пик такой Тут уже ничего не поделать Миран тем временем внизу Против Розора Пытается тоже снести Т1 Тауэр Хотя бы 1 Тауэр А 1 Тауэр то они снесли По миду Неплохо В целом получается у нас 4 на 1 Пользуется команда Джекс Брутал По графикам давайте посмотрим По графикам мы увидим Что 3000 плюс в золоте Имеет команда Рейдентов Сейчас Ну и там по опыту Примерно столько же То есть С прошедших там Скажем получается Скольки 7 минут Они в принципе Упятерили там Скажем так да Своё преимущество было 500 монет Сейчас стало вот 3000 Нет было 600 да Стало 3000 Ну неплохо опять таки Команда Джекс Брутал В принципе Сейчас чувствует себя Очень даже неплохо Ну Какая у них задача Вообще на эту игру Сейчас Опять таки Это нужно собраться Будет пятером И попробовать пропустить Еще 2 Тауэра То есть давить Скажем так Просто морально Когда вот идет против себя Такая ватага Скажем так Нейтралов И плюс ко всему Этих нейтралов Сзади за спиной Находятся герои Которые имеют Отличный апхил И много-много АОЕ спелов То здесь конечно Команда Ферст ВН Просто-напросто будет отступать Ну а когда будет у них Снесено 6 ТВ Роуфа Отступать будет на самом деле Некуда уже И они просто Закроются на базе Здесь конечно наступит Такой момент Когда команде Джекс Брутал Просто надо будет В один прекрасный момент Надавить И не дать конечно же Дофармиться Там Миране И ДК Какие-то необходимые шмотки Ну вот Мирана Видим что Купила себе Драму Фэнджер У нас имея Ринк Факвилла И Бутса Фолденск Вместе с Фейзбутсами Мы понимаем что У нее будет В скором будущем Яша Ну и там конечно же Потом будет увеличиваться Только ДПС Так ну и ДК ДК у нас фармит На топ лейне Имея Гарклап и Митрилхаммер То чем я и говорю БКБ будет очень скоро Из БКБ уже Начинается определенная проблема У команды Рейдер Так Попытка с Пуш-Т2 Тауэр Снесли пол ХП Пока вроде бы Отдефались Каким-то учетом Команды Ферст Вен Но в следующей пачке Крипов посмотрим Тут же ментально Юзается Мека Здесь абсолютно все Сумоны тоже рядом Нэджиспрофи Сейчас призовет себе Триндов Новую пачку И все будет окей ДК тем временем Пуш-Т1 Тауэр По топ лейну Включил форму кстати Ну и нарезает Очень плотно Юзается Глиф Тауэр там Так Эрол залетает Эрол не точно Хотя ну вот убивает Одного сумончика Ну и все на этом Нэджиспрофит Забирает Тауэр Драгонайт тоже забирает Тауэр У ДК появляется БКБ Ну и кликают на Рошана В принципе да Тут Как вот правильно говорят Когда ты имеешь Очень хороший пуш-пик Ага смотрите Нэджиспрофит Приговорил Курьера Неплохо Очень даже неплохо Так вот Когда имеешь пуш-пик Нужно донести очень быстро 6 таверов И потом просто убивать Рошана И после Рошана Заходить на ХГ Ни в коем случае не медлить Конечно же Не давать противникам И керри героям Противника В фармить тебе необходимые артефакты И если вы не дадите им перейти Скажем так В жесткий лейт Тогда вы победите Так ну и пытаются Какую-то ответочку Команды Ферст Вен Нас предоставить У нас уходит на нижний лейн Вчетвером здесь находится Потянет сюда еще и ДК ДК кстати Должна закончится форма Так и есть Да ну и сносит Т1 Тауэр Окей По тварам получилось у нас 5 на 3 Немножко попью Водички Хорошо Да ну и пойду дальше По всей видимости Да пока Пока не дают собираться Команди Джекс Прутал Вместе Нужно конечно давить самим Сораться Как-то я не знаю Отыграть территориально Какое-то преимущество Ну вот опять-таки В чужих лесах Например пофармить Убить ченовских суманов Фе-го Розор Под инвизом Под хастой Это просто лучшие Руны Которые он мог себе Приобрести сейчас Там залетает Ару не точно Розор дает фижн И надо кого-то цеплять У нас пример Мирану Было бы весьма неплохо Одну птичку потерял Кстати Миса Плазмофайл Пошел Мирану Пытается упрыгать Неплохо у нее получается Ну и здесь Нэш профит Спруты ставят А сбить-то нечем Ай-яй-яй Хорош 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 Мирану Да Ну в итоге ничего Не получилось Командой здесь Гэй Спрутал Ну ладно В принципе им сейчас Нужно вот ага Под смог прожали Хорошо Этот смог не видели Игроки команды Фест Вен И даже скорее всего Не подозревают Правда стоит Вот смотри Вард И да Если сейчас Он спалил птичку Спалили еще и Висаджин Ну да Под смогом Атака здесь не пройдет Тренд это понимает Сразу надавил на пятки Уходит Кстати Вот о чем я говорил Какой это будет у нас Тренд протектор В качестве такого Кири убийцы ДПС Либо же В качестве танка суппорта Вот это скорее всего Танк суппорт Так как Чену Здесь подцепили А здесь смотрите Под смогом все остальные Чену очень быстро Приседает Чен Жить надо Отличный Мекку проведет Затем плазмофайлом Заходит у нас Разор начинает Остреливать ДК Под БКБ Бьет Чен И Чен же как же Долго живет А Выхиливается как надо Просто Чен Нагу ультимейт Ой не вовремя Как там Звайд Брэфайром Все равно убивает Сриптайда Этого Чена Все таки добили Но там убивают Нагу Закрыли еще у нас Мирану Забивают Рубика Миран тоже отъезжает Один в три Ну и ДК тоже После БКБ Конечно ничего сделать не может Нужно его как-то догонять Суа Самша залетает Ай-яй Нарис профит здесь Спруты ставит Плазмофайл И хорошо все таки добивает Команда Джейкс Брутал Как же долго били Этого Чена Чен просто я не знаю Перетерпел столько дэмэджа У него столько дэмэджа В помине не бывает В доте Я не знаю В него ДК впитывал и впитывал Впитывал и впитывал Но там вот меки Просто на самом деле Эти вот ультимейты Различные подхилы И так далее И конечно без шансов Для команды Ферст ВМ Просто там просто Кончился БКБ И ДК конечно же отдался Как его и тимейты тоже 14-6 Да и неплохо Для команды Джейкс Брутал Все на самом деле идет Они заходят на ХГшечку Очень быстро пытаются снести сейчас ДК не будет 20 секунд Они это прекрасно понимают Но правда 4 героя команды Ферст ВМ Живы Поэтому решают просто Нам просто отойти Но снесли Т2 Тавр Тоже опять таки большой плюс Ведут по счету Сейчас нужно конечно же Как-то я не знаю Расставить грамотно ворды И попробовать снести Рошана По графикам конечно Все у них замечательно Больше 5000 плюс Они имеют Ну и по опыту Порядка 6000 тоже уже Очень-очень хорошо Да вот и конечно Сейчас потирает ладошки Те кто поставил на команду Джейкс Брутал Опять таки у них был коэффициент Немножко поприятнее Да там по-моему Можно было выиграть За 4 поставленных рарочки 5 рарочек что ли Что-то такое То есть ну Очень-очень хорошие показатели были Вот Ну и те кто угадал Конечно молодцы Но пока так Пока так Опять таки не будем загадывать наперед Не будем хранить команду FirstVN Может быть они что-то еще и покажут В этой карте Но здесь уже конечно будет сложно Что-либо сделать Нерспрофик у нас Опять таки топовый Нетфорс 12 тысяч денег уже На фармил Имеет уже Hand of Midas Ultimate Tor Плюс Shadow Blade Плюс Фейзы Ринков Базилиус 3200 При всем при этом Да то есть уже практически Скоро будет готовый Скафа Вайз Ну вот эти вот Снесенные 6 товаров Дают о себе знать конечно Денег немерено У Разора Там тоже все хорошо Есть БКБшка Фейзы есть Драма Фенджерл Есть Боттл Миран у нас снизу Миран только с Яшей Он гоняет ее разор Смотрите по всей карте Пытается липаться и уйти А сбить опять таки нечем Да Немножко здесь тролль не успевает Кинуть свой Свою сеточку Ну ладно нормально Гайра тоже кстати с БКБ Тоже все хорошо Фактически Им здесь уже бояться некого Да Ну вот вроде бы был Неприятный тренд Однако сейчас имея БКБ В принципе на него можно наплевать Собственно как и на Нагу Да и на ее ультимейт Ну вот видим Перетягиваются потихонечку на Рошана Все грамотно И все действительно Как по гайду делал Команда Джейкс Брутал сейчас Заходит Рошан И будет просто-напросто Его сейчас бить Ну и при этом понимая Что команда ФСВН Находится в таком положении Что им куда-то выходить С своей базы Невыгодно Нет у них вижена Сейчас то есть Это идти на верную смерть Как говорится Это конечно никому не надо Поэтому будут стоять Ну и видим что Скафу Вайс появляется На все временем У Нечис Профита Рошан падает И Аегис будет забирать У нас Горокопот скорее всего Или Разор Разор Ну что А теперь Теперь главное Сразу пойти Сразу пойти Никакого фарма Просто заходить на ХГ Пытаться снести одну линию После того как они это сделают В один заход С имея скажем так Аегис То у них Уже гарантирован Где-то порядка 95% Уже будет победа Потому что пока Команда ФСВН Я не думаю Что как-то сможет Хорошо подраться Так Нечис Профит Смотрите Аэро Хорошо залетает Миса Что творит Так Старфольчики пошли Нарезаются руки Тут отличный Хекс Ай Под Шаду Блейд Ему на развороте Иди сюда Говорит Кого ты там Ару кидаешь Ультимейт Нечис Профит Тоже неплохо залетает Ну и просто Миран уходит на топ-ауте Нечис Профит Немножко подпуш Сейчас топ-лейн Да конечно же Пытаются по сплитам Зайти То есть да И по трем лайнам Вот снизу уже Крипы очень тоже Хорошо проходят По миду Четверо игроков Команда Джикс Брутал Ну и по топу Нечис Профит Пока поддержат здесь Крипов я думаю Дождутся Нечис Профита Или нет Кто-то улетел Пока на базу Вообще 1800 помимо Скафа Вайза Постоянные мейки Под хилы Тут мы видели Да Еги Суразора Имеет 200 У Гайра У Гайра пока БКБшечка Кстати что-то в Курьер Себе по-моему везет Нет ничего не везет А Миран пытается Дефать Ну вот с одной яшей На 25 минут Конечно Ну вот это Отправили Они на 3-пл Называются в сложную Кстати Миран Находился там На фрифарме Мы смотрим с глянем по Нетворсу Видим что Гайра Коптер Обходит Мирану На 800 монет Да Скажете вы Твра-твра Но тем не менее Гайра Коптер Вообще не фармил То есть вообще никак Он не подходил к репам А Мирана имела КС больше Чем у Гайра Коптера Где-то раза в 5 Наверное Если не в 6 То есть ну очень существенно было Ну и опять таки вот Скажем То самое решение Тринта отправлять На легкую линию Хм И раскачивать его В качестве танка такого Да Полусупорта такого Не знаю По моему на мой взгляд Это не самое лучшее решение было Опять таки отправьте Какого-нибудь туда лейта Да Вот пусть стоит Например та же самая Ну я не знаю Ну грубо там Ну Луна пусть стоит На топ На изи лейне Против Я думаю спокойно Это стоит Да То есть проблем не возникнет И сколько бы она здесь пользы Принесла в замесе Намного больше я думаю Да ДК тангует А Луна бы Тут я не знаю Докачала себе тоже До БКБшки И смогла бы Сносить какие-то лица Тренд же здесь Ничего не может сделать Абсолютно Так Ну тут Аэроу залетает Хорош от Миса Миса конечно Аэроу редко мажет Здесь очень неплохо играет На Миране Так Ну и вот очень быстро Конечно разбивают крипов Здесь Команды FirstVN На дефе у них все хорошо У них есть Рептайды У них есть Брэфайер Мирана с Тарфолами То есть крипов Они очень быстро разбирают Здесь команда А еще один Аэроу залетает Да что ж такое-то Сколько можно терпеть Блазмофайл Тут чуть было видно Что не отъехал у нас Должны его обхиливать сейчас Хорошая возможность Команды Джекс Брутал Будет зайти сейчас Если просто-напросто Посплитпушить Ну Заходит опять Тебют Т3 Потихонечку-потихонечку Доламывают Новая пачка Трендов Вот пол ХП сняли Но на подхили Тренд Протектор Конечно просто царь Ну вы понимаете Накидывает опять-таки Свою Свою Ливень Кармор Вот на башню И тут Ну хилится просто Я не знаю С бешеной С бешеной скоростью И действительно Зайти на ХГ не получается Единственный способ Конечно же Какую-то драку инициировать И пытаться ее выиграть Но это делать Как-то не хочется Под Тавером противника Ну а на Фест ВН Видим Ну вот Тавер Он просто-напросто хилится Ну это же жесть какая-то Такой жесткий оббуст Подхил Таверов Ну все Т3 Которые стоят Тоже все практически На фулл ХП Вот только Кончился Ливень Кармор Сейчас КДш И будет снова повешен Да? Ну да Да Надо убивать Тринтак Как-то Как убивать не ясно То есть Нужна Какая-то Какая-то инициация Инициация Возможно от кого у нас Инициация Возможно Например от Да блин Ни от кого невозможно Такой жесткой инициации нет Ну единственное Может быть Нэджис Профит Как-то в спину Хорошо впрыгнет Да? С Кафу Вайзом Ну или Гайр Коптер Просто-напросто С Разором Наглые под БКБ Войдут И все на чужую базу И будут там развлекаться Других вариантов На самом деле нет Можно пойти по трем сторонам Неплохо Но Команда Ферст ВН Тогда имея Нагу Сирену Сможет В принципе Сконтролировать ситуацию То есть так Нага будет держать Своим мультимейтом Одну сторону А другие Просто-напросто Расправляться С другой линией Да и понимая Это команда Джикс Брутал Просто-напросто Отходит сейчас И это может стать Ключевым моментом На самом деле Отойти сейчас Это значит Что дать пофармить Еще немножко Миране Тому же самому ДК То есть вывести Еще по одной шмотке Какой-то Ну не знаю Хотя ну вроде Нэрс Профит Мы видим конечно Оверфарм Я не знаю Что он будет себе покупать 3 800 у него имеется Вообще в арчиде А к ним тоже Бессмысленно В дэмэдж уходить Это было бы весьма неплохо Может собрать себе Некрономиконы Кстати Это очень хороший Был бы артефакт С некрами Все-таки как-то Немножко попроще Пушить будет Да и вносит они В замесе конечно Дикий дисбаланс Или может быть Какой-то дизолятор Просто-напросто Чтоб с руки Очень быстро ТВ раз носить Ну в общем-то Здесь надо конечно Хорошенечко подумать Оффлейнеру Команды Джикс Брутал сейчас И вот Соло Тих Что же ты будешь покупать Посмотрим Чен Чен умеет На Согар Клаб Видим что потихонечку Выходит в Аганим Ну это правильно Правильно Нужно конечно же Больше обхила иметь И кстати Здесь неплохо Настаковал Сатир Мучитель у нас Эншотов Выходит сюда Гарокоптер И будет их выфармливать Имеет 2000 денег Да Ну вот понимает Что еще какие-то артефакты Нужны сейчас Соберет тебе Какой-нибудь Может быть Яшу Монтостайл Да Может быть Не знаю Доминатор Просто-напросто Вариант МКБ Может быть Ну тут Не знаю Дэмод что-то Разор Имеет кстати Покупать себе Боинтбустер Есть 2900 То есть практически Еще одного крипа убьет Будет у него уже готовый Аганим Аро залетает не точно Пытались команда Ферст Вен Как-то напасть Но немножко не получилось Ну и показывает Опять-таки Вот эту вот территорию Отмечает сейчас у нас Висаж точнее Да Он показывает Что вот именно за эту территорию Ну заходить не получится Просто-напросто Там отличный деф Там вот из этой территории Команда Ферст Вен Напросто не выходит Ну и ставится у нас Какая-то пауза Да Ну вот я не знаю Сейчас Это действительно Очень-очень странный момент Такой получается Команда Джикс Брутал Просто-напросто Не может нас пушить Это проблема Это действительно Большая-большая проблема А Как говорится Да Если вы не пушите Вот своим пуш пиком Он в ЛАТе Потом бесполезен Просто-напросто Ваши сумоны Там ваши Какие-то там Призывные существа И так далее Они будут попадать Мгновенно От той же самой Мираны Там Ну и вообще от любого игрока А потом уже За счет того Что убегали все время в пятером А команда противника Формила по одному Они будут немножко сильнее Эти лейты И Джикс Брутал Я не знаю Ну в наглую Пытаться инициировать Пока есть Аегис Почему бы нет Почему бы не разменять Аегис Я не знаю Хотя бы там На какие-то важные спеллы В виде ультимейта Трента Может быть форму ДК Что-то в этом роде Значит конечно Будут большие проблемы Сейчас Я вот очень опасаюсь За эту игру сейчас Команда Джикс Брутал Действительно Вот импонирует мне тем Что они в принципе Грамотно реализовывают Свой пик Но нужно завершить Дело до конца Ну и ставится КТ пауза Видимо проблемы У двух команд Сейчас Я не знаю Что происходит Почему постоянные паузы Какие-то лаги Может быть Может быть проблемы С соединением У двух команд Черт его знает Сложно сказать Да-да-да Сложная ситуация Ну По графикам Смотреть смысла нет Да Мы все прекрасно видим С вами на экранах Мы знаем Что команда Джикс Брутал Ведет очень сильно сейчас Но вот это все преимущество Она просто сведет На нетность Они не смогут Зайти на ХГ Утого все просто Вот В тот момент Конечно Блин Ну я не знаю Ну ладно Хорошо А Джали Пауз Давайте посмотрим Просто посмотрим Джикс Брутал Я так понимаю Предпринимаю Сейчас другую Немножечную стратегию Они тоже решили подфармить Тем более сейчас Имея хорошее территориальное преимущество Они понимают Что в принципе Их территория для фарма Это 80% всей карты А остальные 20% Будут команды FirstVN фармить Не больше Они просто-напросто Вот опять-таки Та самая черта Которую мы проводили Сейчас я вам ее пытаюсь Слежно расчертить У меня что-то не получается Вот она Вот за нее Выходить просто-напросто не будут Ну вот здесь под смогом Конечно Под инвиза Точнее Миран Какая-то атака сейчас И может даже не найдут птичек Но это все Уходит уже Нэриспроф Да Ну вот вылазка такая Своеобразная была Опять-таки Эта вылазка стала доступна Только потому что Они успели отпушить Вот тем более Фамильярчики нашли уже Много-много героев Противоположных Да Ну смотрите Одну птичку потерял А нет Никого не потерял Нормально Посадил всех Отлично А сейчас в случае Его перепрезовет Да Ультимейт уже отказался Все хорошо Кстати медальоновкой рейдж Плюс гем 2700 Да Даже суппортеры Скачаны более чем Так Ну и Майпро Пошли по нижнему лейну Собираются абсолютно все сюда Да Нету разве что чем Но он думаю потянется Ну и конечно же Команда ферст в ндф И готова Эрро залетает Эрро Эрро не точно Ну сложно здесь на самом деле попасть Будем откровенны Конечно Здесь Мирана И пытается как-то Синициировать Пытается какой-то экшен Навязать Но вот Эрро такая штука Не очень скажем так Стабильная Драгонайт Вот вот уже первые намеки На то что ДК становится очень плотным Саша появляется 3.300 денег имеется У Драгонайта Давайте представим Что соберет он себе Сейчас какой-то Я не знаю Ну Саша это Хелберда Может быть да Лебарда Или же Ну Саша Яш Я не знаю Но тем не менее Соберет еще какой-то себе Доминатор Потом возьмет себе Просто-напросто Я не знаю Какие-то криты И под формы Под БКБ Кто его остановит Что ему кто сделает Гарикоптер 1 станет Будет раскладываться Просто-напросто Ну конечно Мы с вами смотрим Я напоминаю Конечно Гест Это азиатская дота Это не европейская дота А азиаты Как мы знаем В плане посидеть На своей базе Они молодцы Они умеют Они знают Как это делать Они И не такие игры Скажем так Могут вытаскивать То есть Ну здесь Конечно просто-напросто Терпение Нужно хорошие выдержки Действительно Грамотные действия на дефе Потому что Зайти базу На базу Это действительно Не представляется Возможно Причем Команде В Джекс Брутал Нужно заходить С одного раза Понимаете Не получится Так что Один раз зашел Под Билл Тавер Еще раз Потому что Есть тренд протектор Который Все ТВРа Просто-напросто Подхиливает Это нам тоже Прекрасно понимать И действительно Либо ты убиваешь Противников Просто 0 в 5 И сносишь Сразу Лайт Либо же Даже лучше Не пытаться Потому что Ну блин Ну смотрите Спина Ой как Миса далеко Вылезет Сейчас будет Скафовать Просто Удар Отлично Киксует Начинает Расстреливать Кстати Клинк Плазмофайл Миса Пытается Липаться Пытается Как-то уйти Прячется Ага Вызывает Нериспрофит И ультимейт Отлично От Мирана Просветки то нету Ну а вот благодаря Своему ультимейту В живых остается Правда конечно Извиняюсь Заставили конечно Нервишки немножко потрепать И действительно Я думаю Душа в пятки Там у Мирана Точно ушла Ну Даже если посмотрим По байбекам Наверняка байбек Это конечно был бы Хотя нет Байбека не было Что самое интересное Убив сейчас Мирану В принципе команда Джекс Брутал Наверняка Обеспечивал бы себе Проход по какому-то лайну Наверняка все таки Как не как А это главный керри герой Команды Фест ВН Это кого я обманываю Там тренд протектор То есть главный керри герой Он же и И танк врыватель И суппорт под хиллер И тавер деф Или там я не знаю Как только его можно называть Ну это чем я и говорил Нериспрофит Предпринимает попытку Собрания таких артефактов Которые позволяют Наиболее Наиболее эффективно Пушить лайны Это у нас конечно же Некрономиконы Причем левела 3 сейчас С ними же будет повеселее Ну я думаю Дойдет потом Какого-то абсурда Команды Джейкс Брутал Когда вчетвером Будут они идти по одному лайну Там какой-то крип Розалезет на хг И тут же там тренд Сделает тп вот сюда На топ И там сразу Своими некрономиконами Пытается спушить Ну что Рошан у нас жив Кстати Это второй Рошан Второй Рошан Да И команда Фест ВН Хочет его забрать Чен суммона здесь Залетает Робик Повеченно зацепили Чен и большие проблемы Тут же ДК форму прокручают Ну вот Все Чен развалился Нету Чен Значит нету подхила Так Тут птички Нужно их как-то разбить ДК Смотрите Одной тычкой Чуть было не убил этих птичек Ну и будет ли драться Команды Джейкс Брутал Ну вот пошел Трен кстати на топ У нас Решан пытается спушить линию За это время Ну Рошан Памик очень быстро Эра залетает Эра попадает В микрономикона Микроф Убивает очень быстро ДК Ну Нага Случиво готово Сон кинет Конечно же Кулдаун летит Ой Пошел вперед У нас Разор Под БКБ Начал с этих литом Выжирать Ну вот он Вот он Саленс Точнее вот он Слип Да Ну и вот смотрите Что делают с Разором Фармил Разор Окей Топовый КС на карте Иди сюда просто Как зовут Гайрокоптер Байб Делай ТП Аут Ага Молодец Начис Профит Вот так я говорю До абсурда доходит Снес линию Вроде бы Да тут же просвет Крубик залетает Ментальный телекинез Нага ставит сеточку На развороте Делется Начис Профит Против троих Не страшно Тут Аро мимо Делает нас мисс Ада гоночка пошла Будут бить Бить с руки Отлично Рептайт Таки там забирают Вот так А что нас Рошан То не добили Рошана не добили Значит Профит пытается уйти ДК тоже здесь Кстати без формы Слип там проюзывает Мирана Ну и ТП Аут Отжали Отжали территорию На самом деле Это позволяет команде Джейкс Брутал Рошана добрать Но мы видели Что происходит с командой Джейкс Брутал Сейчас замеса Когда там действительно Герои против другого Гальтерации начинают Как же проседает Этот Разор БКБ Аганим Вообще Ни во что не ставят Но вот сейчас конечно Минус в том Что снесли Т3 Тауэр Да Снес Нейджи Спрофит Если в этом плане Он конечно все грамотно сделал Засплитпучил И имеет Аегису Разор То есть здесь сейчас При прочих равных условиях При каком-то пуш Одного Лайна Конечно же бараки упадут Имея такого героя Как Нейджи Спрофит В пуле 14.9 И фест венам Конечно все становится Сложнее и сложнее Ну вот праздник Что хорошо для ДК Он сделал килл По моему в замесе Да По сути дела Не умирал Купил себе все таки Алибарду 2.800 имеет Ну и я не знаю Надо ему что-то бы собрать Идут по топу у нас Команда Джикс Брутал Знает что Наги нет ультимейтом Знает что Трент А Трент с ультимейтом Трент сейчас очень хорошо Может войти на самом деле Пошли опять куча сумонов Куча всяких тут Трентов Некрономикон И все просто в барак Брэфайр залетает Какой же ужас Здесь у нас пошел Трент протектор Выфорстафует себя И барак падает А все виды нечем Извели фортификейшн Флэкенами расстреливают Здесь ДК Опять таки подсловливаются Тут уже зафиксовали Пошел уже все таки Статик Линк Отлично Минус одна сторона И драка начинает Трент заходит слишком далеко Включает ультимейт ДК тоже форму ДК под форму Ничего сделать не может Падает еще один барак И до гоночку Пошли команду Джикс Брутал Идите сюда Говорят Ага Ну поставил снариспроект Конечно по дару Не самое милое дело Залетает старфольчика Да просветочка Чтоб не ушел Шаду Блейд Ну и все таки убрали Одного героя Однако там тоже отъехала Но минус сторона Однако минус сторона На сороковой минуте Понимаем что это конечно же Особо ничего не значит Зацепили смотрите Еще и Чена Лол Это минус три на развороте Эрро залетает Гара можно зацепить Нет Гара хорошо Он разбансовал здесь И ушел Хотя погоня конечно не слабая здесь Выбили Чен Ой вы выбили Гем у Чена Ну что в миде там еще видели Разора Но Разор надавил на пятки Ушел кстати Не потерял он себе Аегис ДК тоже кстати вроде бы не умирал За месяц 4200 уже имеет Ну опять таки Шанс команда First One сохраняет 16-12 Они кстати потихонечку Выравнивают графики Ну как выравнивают 15 тысяч плюс Конечно они по деньгам Пострадают Но вот по опыту По опыту Отыграли там несколько тысяч Неплохо Разор разцепили Разор как подставил Сто лол Разор Стана правда нет Сейчас зацепить нечем Ага Тут Разор сам развернул Кстати клик на развороте кинул Что ж творит Ну и живых остается Да ну Там Аегис конечно Понимаем мы это Что Аегис конечно Делал такое Игласок появляется у нас Гайрокоптер Покупает себе его Ну скажем Не самый А ну бабочка Уже бабочка Это хорошо Я уже начал его корить За то что у него не самый Лучший айтембилд На 40 минуте Но тем не менее Бабочка БКБ ПТ Смотрится как-то Очень даже Презентабель что ли Я не знаю Драма Фенджерс Тоже еще имеет Помимо всего этого Неплохо Очень даже неплохо Я бы сказал Да дорогие друзья Интересный дот у нас получается В плане азиатского геста Сейчас Ну и конечно же Самое интересное начнется И завтрашнего дня тоже Так что ребят Если у вас Есть желание посмотреть Турнир до конца Я вам очень советую На самом деле Сам не постеснялся Купил билетик 199 рублей Всего лишь На этот турнирчик И вот уже Завтрашнего дня Начнутся сентябрьские Плей-оффы С командами Которые вышли В каждой из групп То есть ну Экшена будет много И действительно Будет на что посмотреть Итак у нас Помимо заходит Команда Джейкс Брутал Сейчас Фёст ВН Готовы дефать Или нет Конечно же готовы Конечно же будут драться Грифа правда нет Это плохо ДК форма есть Есть форма Пошли уже птички Как же вот много суммонов Неприятно в команде Джейкс Брутал А И виседжи И просто некрономиконы И тринты Там я не знаю Ну все что угодно И ченовские суммоны тоже Пошел небольшой сплитпуш такой Видим что у Рубика У Рубика ворованный Плазмофайл Тоже форстаф кстати Даггер Но на врываке Пацан конечно хорош Эра залетает Никого не цепляет ДК форму включил Колдан пошел Иглсон Тут отлично Сеточку положили На Гайрокоптера Ну и ДК Потерял БКБ и форму Здесь конечно Команда Джейкс Брутал Может напросто просто Переждать Ливинг Армор На Тавер Но Тавер проседает Очень плотно проседает Глиф по прежнему нет ДК ушел вообще вниз И могут потерять Сейчас Тавер Сеточка пошла Нужна драка Ультимейт от Мираны Соласамшин залетает Очень неприятно Запили такие Разора Эра залетает Неплохо Разора прям На одном месте же Испепелили буквально Не дав ему сдвинуться Не на меня Пиксельный влево Или вправо Но Разор правда После После респауна После Аегис Включает БКБшку И начинает прижимать Тавер Ага Это интересно Ультимейт от Наги Что будут делать дальше ДК все еще в форме И может быть Горокоптера убить А быстренько подстанет Но нет Включает он БКБ Успевает это сделать Правда его и так сильно пробивают Что он собрал себе Доминатор собрал себе ДК Неплохо Убили Гайра Иди сюда Иди сюда Чен Да вы смотрите Что творят эти демоны На Ниспроф Пытался конечно Тем временем по сплитпуш Немножечко не получилось Ааа Ну Правда потихоньку Потихоньку Тавера подбивают Но как я уже говорил Это вообще ничего не значит Есть тренд Вот он уже пошел Накидывать Ливинг Арморы И А к следующему заходу Команды Джикс Брутал Эти Таверы будут ставить Как новенькие 16-14 Еще 2 фрага Отыгрывает команда Фёст ВН Неплохо Очень даже неплохо 5 тысяч уже и денег Имеет Нейр Спроф У нас Ну Давайте посмотрим По Нетворцу Вообще что-то Интереснее посмотреть Вся команда Смотрите А нет Я просто неправильно Табличку включил Извиняюсь Да Все-таки Нейр Спроф Пока топовый КС 22 тысячи 15 тысяч Все-таки у ДК 14-900 Имеет Раззор 14-200 Имеет у нас Мирана Ну и 14-100 Имеет у нас Гайрокоптер Да По Нетворцу Видим немножечко Фёст ВН Давит на пятки Да Отыгрывая Отыгрывая С каждым файтом Немножечку-немножечку денег Все время стоит на дефе Ну и хилится Хилится Тавера Рошана не будет Еще 4 минуты Даже более чем Мирана Ну вот Манта Стайл Дизолятор Уже неприятно Мы видели Как эти стрелы Просто накидываются Накидываются В этого Гайрокоптера Как он проседает Под этими стрелами Под минус армором Конечно очень неприятно Ну и Мирана Скажем к следующему замесу Если вынесет Еще какой-то артефакт Я уж не знаю Что здесь можно собрать Вообще конечно На какой-то Берст демэдж Жесткий Да Может быть Может быть МКБшечку собрать В демэдж Либо бабочку Или же Или же Другим путем Просто-напросто пойти Под хит Там скажем Помочь своей команде И тем самым Накинув хороший дебаф Для своих соперников Я конечно же Подразумеваю Под этим Асал Кирасу Даст приличную скорость атаки Даст еще минус армора Для того Кого ты бьешь Как говорится Да, на Миране Ну и своим тоже Неплохую Неплохую прибавку К скорости атаки Там И вообще к демэджу Ну Броне тоже дополнительно Было бы По-моему Весьма неплохо Ну асал Кирас На команду иметь надо Это однозначно В замесе Никогда не будет лишней Ну и плюс ко всему Декаты под бешеную скорость атаки Тоже будет весьма неплох Так Нариспрофик у нас Смотрите спрятался Пытаются его найти Под смоком Неужели найдут Рубик 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 Давай Цари Рубик Заходит к Таринту Находит его Иди сюда Дорогой Телекинез Ага Вот он ДК Сейчас будут подстанивать Ай Успел спрятаться Шадоу Блейд А просветки Ну как же Блин Ну Ну кто так гангает Без просветки Нага там не успел Сеточку тоже положить Нужно конечно же Тут же давить на пятки Нужно дефать базу Что там с товарами Ну тут Тренд немножко Приосновил свое действие Подхил Вот опять таки Возобновил его Ну и подхиливает Подхиливает Неплохо Разор Интересно Покупайте Обливиан Став В рефрешер ли Вопрос такой То есть да Чтобы два ультимейта иметь Ну План хорош Я думаю что вряд ли Арчит Арчит по сути дела Здесь ничего не даст А вот Ну А вот рефреш Интересная тема Миран у нас снизу Тем временем Видит горы коптеров Заходит вообще в спину Ну может быть какой-то халявный Эрро сейчас выдаст А Эрро Какой-то Мирана Минца Попробуешь соло забрать Но там правда Рядом тиммейты Тиммейты Этого гора коптера Рядом стоит разор Рядом стоит чен Чен кстати Покупает себе госткептер Ну вот надоело ему Проседать от этого ДК Очень больно все-таки Он напитывает там Ну и через две минуты Появится Рошан Команда Команда Джикс Брутал По нижнему лейну Будет заходить Или же нет Или же все-таки И сперва Рошанчика дождутся Что-то Верочка Там ведь еще и сыр сейчас будет Это третий Рошан И кажется мне Что команде FirstVen Этого Рошана давать не надо Ну а как драться на Рошане Когда постоянно Респрофит вот своими суммонами Постоянно давит Давит линию Давит Давит Ну это же Просто вот я не знаю Невносимо терпеть Вот конечно В такой ситуации Которая сейчас находится Команда FirstVen От команды требуется Просто ну максимум Я не знаю Средоточенности И максимум Правильных действий В нужное время Ну потому что Действительно ситуация Очень такая напряженная И для них очень тяжелая По сути JX Brutal Да И у них несколько путей Для развития событий В этой карте Да Либо они выходят Выфармивать необходимые артефакты И потихонечку пушат Либо же просто постоянно Сплит пушим Пытаются оздавить В общем варианты есть Ай Рубик Рубика могут зацепить Рубик Пытается Дивардиком заняться Даггер аут Forstuff Молодец Среагировал четко Но правда вот раздивардить Не получилось Да Осталось буквально одну тысячу Там промах сработал Очень неприятно Ну да ладно Главное живых осталось Это ключевой момент Будем ставить конечно же На байбеке Ага Смотрите Что делает команда FirstVN Они понимают Они понимают Конечно же Что на своей базе Драться нельзя И смотрите Находят начинают Нарезать Мирана Просто со спины Иди сюда Говорят Висаджу Птички падают Неприятно Здесь у нас тренд Тоже подставился А наиспрофите Временем снизу Истага сон Все остальные подтяги Сейчас будет очень интересная Драка Когда нажмется сон Будет ультимейт Это Секра здесь Секар Ультимейт дай Гарокомтер пытается цепить Сеточку поставили Мирана нарезает Там БКБ на развороте Пытается отхиливаться А наиспрофит снизу Лол Ну что же происходит-то Чена пытается ДК убить Колдаун Очень неприятное замедление ДК пытается сделать ТП-аут Юсигли фортификейшн На севе Вот он Вот он наиспрофит Сюда лови его Лови его Опять нет просвет Как вы играете Вообще в доту-то А тем временем По миду заходит у нас Раззор По всем лайнам Сплитпуш Нейспрофит никуда не ушел Вызывает ринтов Бьет Т3 Тауэр Дефать нечем Нечем дефать Тауэр падает Блин Потеряли Тауэр Ай-яй-яй Голые бараки Телегнези опять-таки подтягивают Тут сколько раз могли убить Этого Нейспрофита Если бы покупали просветку Ну вот сейчас благо Нана наконец-таки Сетку смогла поставить Ну и благодаря сетке Конечно же Этого Нейспрофита убивают Сверху крипы зашли Там будут грызти 4 тавера Уж Нейспрофит делает байбэк Эрроу залетает Эрроу Непонятно куда Трент пошел глубоко вперед Смотрите, заюзал ультимейту Карокоптера проблемы Нет БКБ у него Правда там мега Там столько отхила Ачена И заходит снизу Нейспрофит бьет бараки Да что ж ты делаешь-то, а? Вот не любит этого героя Вообще нигде Патайном старается его Ферст банок Ферст пиках Либо забирать Миранда все-таки отъехал Но Но потеряли еще одну сторону Сеточка опять Нага пошла Она разворот Смотрите, как дерется Нейспрофит По дизоляторам Очень больно дэмэдж раздает А там еще и забрали Виседжа Ну Знаем, да Что, например Если бы 5 на 5 драка была Команда из Ферст Вен Конечно бы В салат Просто своих оппонентов разнесла Снова, смотрите Находит Нейспрофита И снова нечем просветить Да Ну и уходит Нейспрофит Спокойненько под Шаттлбейдом Так вот Была бы драка 5 на 5 Если команда Джикс Брутал Просто бы вместе пошли В пятером по одной линии Конечно бы Ферст Вен Их бы там Объяснили, да Что нельзя так делать Да, но потеряли еще один барак Ну, в принципе, уже не важно Минус две стороны Остался только один ходовой мид И то тут Башенька уже подбита Кайра тоже очень плотно Ну, вот бабочка, правда 3 700 Ничего нового у нее не появилось На 50 минутах это маловато Какой-то еще Как минимум Один артефакт должен быть Ну, опять-таки А он особо не фармил Они постоянно пушили И это надо учитывать 3 500 у нас Все времена мумирана Левел 20 Неплохо Нарезает у нас здесь, видимо Вен, что-то пока, да Пытается как-то отпушить линии Сейчас Сверху наседает Снизу наседает Везде все наседает Команда Ферст Вен Вообще не знает, что делать Как дефать вообще Ну, не ясно На самом деле не ясно Доминатор, БКБ Хелберда Плюс Шадо Блейд Плюс ПТшка Левел 20 у нас У Дракон Найта Да, хорош Да Демеджа хватает 3 200 Заходит на Рошана И Рошана Хочется за него Повоевать, конечно Но Ну, вот Но просто В противоположной команде Есть Нэджит Профит И все, ребят Сразу забывайте О том, что где-то есть Рошан Что его можно как-то забрать И так далее Просто стойте на базе И убивайте крипов Больше вам ничего не остается делать А Рошан за вас заберет Команду Джикс Брутал Так понимаю Я не знаю Ну Джикс Брутал Что здесь посоветовать вообще Что им делать в данной ситуации Вообще не ясно Да, конечно Не завидую я тем Кто эту игру пропустит Игра действительно очень интересная Очень показательная На многих планах Здесь очень многие аспекты Стратегии показываются Да, и раскрываются Вот именно в движениях команд И так далее Что делать в таких ситуациях Когда вас пушат Курьеры, кстати, здесь убивают Команду все-таки Смотрите, заходят У нас FirstVN На Рошана Но тут же Ментальный Нэджит Профит Ну, в принципе, все правильно Сплит пуш Убивает Т4 ТВРА Да, ну и Оставили идею убивать Рошана Потому что нужно дейвить базу Как иначе Потому что здесь суммон И здесь много всего Один ДК не справляется Так вот, да, ребят Если кто-то пропустит трансляцию Сразу вам скажу Что ввод будет, конечно же Доступен в моем паблике Кто еще не подписался Обязательно подписывайтесь Выказывайте Как вам слышать Деклад ТВ Чтобы быть в курсе Моих следующих трансляций Чтобы завтра быть готовым К тому, что мы будем Врываться снова на ГЭС И снова смотреть Потрясающие карты Ну, что надо сна Смотрите, кстати, по счету Впереди команда FirstVN Что самое интересное Тренд там залетел Да, пытается поймать на Рошане Ну и вот снова Нэджит Профит пушит линию Но этого будет не избежать На самом деле Один здесь обдевать Вряд ли кто-то сможет Снова, смотрите Некра пошли с висаджами Потому что смотрите Что делает просто Они просто рушат Тауэр Ага Позмофайл Убил Некрономикона Чуть был не отъехал У нас Рубик Он здесь профит Вообще спину может залететь Сейчас и убить его Нафиг Он таким подобными занимается Посмотри Под смоком Атака команда Джикс Брутал Во все тяжкие Просто Breaking Bad И вот он ДК Если ДК сейчас примут Будут большие проблемы Сейчас у команды FirstVN Залетает А, ну тут конечно же Shadow Blade над давил на пятки Неплохо А на развороте ДК прожимает Атака БКБ Не успел прожать Получает колдаун в лицо И ДК БКБ его сейчас прожал Нужно убивать Так Так у нас есть от Наги Сон Да, но пока Разора Можно бить в это время Кстати Пока бьют Пока Тренд сбежал за Разором Тренд кончился Кончается и Нага Потихоньку тоже Да, умирает у нас вроде бы Чен Еще один-в-в-дин размен Но проседает вся команда FirstVN Минус ДК ДК у нас Телет байбэк Минус Рубик Рубик тоже байбэк Нага отъехал Наги байбэка нету Да, ну и падают Т4 товара Тут, конечно, уже беда ДК будет без формы Это понятное дело Здесь ничем не сможет помочь В своей команде Разве что Брфайр один даст А, Юст Последний глиф фортификейшн В этой игре Пушится Т3 Тауэр По миду КГВП Что я могу сказать Тут просто Больше ничего не скажешь Ну что, залетает колдаун Вроде бы, да Бьют еще Пытаются как-то драться Но падает барак И последний барак Отделяет команду Дикс Бутал от победы Я думаю, сейчас Энгар Коптер займется Да, райт кликом нарезают Очень быстро Ну и Мега крипы Ну что, ребят Хорошая дота была Конечно, фест военные Не сдаются и так далее Все-таки Хочется там до конца наиграть Ну и фэрплей Это правильно Так и надо Нарезает у нас ДК Есть замедление ДК Пытается уйти Плазмафайл Под БКБшкой Опять разор Разрезает абсолютно всех Гайра БКБ дерется ПВП Против Мирана И Мирана все-таки умирает Да, остается там ЛОХП Гайрокоптер, конечно, живых Да, ну и наконец-таки ГГ прописывает у нас Гигабайт ДПМ Миса Майпро Ну и все остальные тоже Ну что, ребят Классная игра выдалась Мне понравилась Не знаю, как вам Поздравляю тех, кто поставил Свои рарочки на команду Джикс Брутал Вы молодцы Вы провангировали Скажем так Для вас работал адекват Это был Гест Это было круто, действительно Подписывайтесь на паблик Вк.ком Слышат Эквад ТВ Фоллоути меня в Твиттере Твиттер.ком Слышат Эквад ТВ Конечно же Фоллоути и этот Твич-канал Твич.тв Слышат Эквад Услышимся Скорее всего завтра Ну следите опять-таки За анонсами в паблике И всю информацию, конечно же Я там буду передавать Ну и вводы, конечно же Тоже Залью в ближайшем В ближайшем